В стихотворении и размышлении у парадного подъезда Некрасов обращается к привычной для него теме народных страданий. Он рисует здесь дом видного столичного вельможи, ко входу в который по торжественным дням спешит с поздравлениями льстивые знать, а в будние толпами подходят обычные просители, прожектеры, искатели мест, убогие старики и вдовы. Некрасов изображает увиденную им однажды характерную сцену. К подъезду сановника подбрело несколько мужиков после долгого пути из неблизких мест. Стоявший у двери швейцар стал гнать их. Крестьяне пробовали задобрить его деньгами из своих кошелей, но эта лепта показалась привратнику чересчур скудной. Он так и не пустил мужиков, и они пошли прочь, безнадежно разводя руками. Некрасов сурово осуждает владельца роскошных палат, который не внял крестьянским заботам. Для него самого жизнь идет, как непрерывный праздник, среди упоения под обострастием подчиненных, волокитства, обжорства, карточных игр. Призывы к заботе о народе он считает блажью литераторов-щелкоперов. По мнению Некрасова, сановники не думают о России. Они жаждут почаще уезжать с суровой родины в более пленительные края, например, на Средиземноморье, под благоуханное небо Сицилии. Именно там многие из них и умирают, официально прославляемые как полезные деятели, но втихомолку проклинаемые соотечественниками. Народ же, в отличие от вельмож, ведет жизнь тяжкую, полную скорби и стона. Некрасов говорит, что народное горе переполнило родину сильнее, чем заливает поля, разлив Волги многоводной весной. «Эх, сердечный», – обращается поэт к народу, – «что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься ль исполненный сил? Или весь твой удел состоял в том, чтобы создать подобную стону песню?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова